Всем привет мои друзья! С вами Владимир. Сегодня мы едем на месторождение Хрусталя за речкой Мата. Друзья просили показать это месторождение и показать дорогу. Вот мы выехали из села Терлян. Вот друзья мои поедем по этой дороге. Эта дорога ведет в город Белорецк. Покажу вам месторождение Хрусталя. Едем. Вот друзья мои проехали мы километры 4 она от Терляна. И вот такой вот съезд на него не съезжать. Дорога здесь плохая. Мы проедем сейчас дальше. Я вам покажу вот за тем поворотом съезд на месторождение Хрусталя. Едем. Вот друзья мои проехали мы от той поляны метра на 800 и вот такой вот незаметный съезд на полянку. Сейчас мы пройдем я вам покажу. Такой вот съезд. Ну дорога здесь только на внедорожнике наверно. Можно сухую на обычной машине проехать. Идем покажу полянку. Вот друзья мои поляна. Рядом здесь вот дорога. Съезд я посмотрел в общем то нормальный. И вот тут вот дорога вот так идет метров через сто будет речка Мота. Обычно здесь технику оставляют. И через речушку там бревнышки были положены. То не пойду и переходить и идти на месторождение значит Хрусталя. Вот смотрите вот отсюда где стою до месторождение где-то напрямую 7 метров 700. Но я на мотоцикле покажу вам дорогу. Прямо туда от Матинского моста. Вот друзья мои мост через Моту. Мы его проехали. Дорога значит идет в город Белорецк. От той полянки. Которую я вам показывал. 1200 метров. Если вы едете с стороны города Белорецка значит от этого моста 1200 метров проехали и будете на той поляне. И там можно машину оставить и идти на месторождение. Ну а сейчас я вам покажу другую дорогу. Там только на внедорожниках можно проехать. Можно съехать. Друзья мои. Прямо вот на эту площадку. У моста. Оставить машины и идти пешком. До месторождения здесь я где-то метров 800-900. Мы поедем сейчас. Вот она дорога идет. Но здесь можно проехать только в сухую погоду. Дорога разбита лесовозами. В общем туда даже соваться нечего. Там колеи. Все. Есть вот дорожка. Но она тоже не особо. А мы поедем вот по такой хитрой дорожке. Она вот идет вдоль моты и сворачивает. Сейчас мы проедем по ней. Я по ней ездил. Тут уже давно никто не ездил. Проедем. Вот друзья мои. Речка Мата. И вот такая дорога. Она здесь была. Но в общем-то мы по ней не поедем. Сейчас вернемся. Поедем в верхней. Она вся заросла. И тут вот натуральное болото. Даже мотоцикл не проедешь. Проехать то можно. Но с трудом. Зачем нам это. Едем. Вот друзья мои. И вырвался оттуда. Выброс точнее сказать. Попробуем вот по этой дороге проехать. Посмотрим что она тут представляет собой. Тут друзья мои. Тоже вот такие преграды. Поеду я по лесовозной. Я на мотоцикле должен проехать. А тут вот так вот. Ну дорога конечно ужасная. Я на мотоцикле проеду. Но лучше конечно пешком. Здесь сейчас сухо. А после дождя здесь все. Едем. Дорога ужасная. И вот тут друзья мои. Смотрите. Вот такая вот развилочка. Вот я сейчас по этой дороге поехал. И уперся в делянку. Надо ехать вот по этой. Едем. Предупредил вас. Ну вот друзья мои. Добрался я до месторождения хрусталя. Вот такой карьер. Сейчас пройдем. Посмотрим. Такие вот шахты. Они глубокие. Взглянем сейчас. Посмотрим. Покажу вам наш уральский хрусталь. Вот такая вот порода. В ней вкрапление хрусталя. Сейчас походим. Посмотрим. Может где дрозу найду хорошую. У меня собственно гарани есть дома. Мне искать особо не интересно. Просто вам показать. Вот видите. Вкрапление хрусталя. Какой он светленький. Прямо вообще. Ну вот так вот. Выглядит. Месторождение. Хрусталя. Моты. Кстати его видно. На спутниковой карте. Даже указано. Месторождение хрусталя. Так что. Можно найти. И по спутниковой карте. Вот друзья мои. Небольшие находочки. Посмотрите. Вот это. Кристалл. Практически идеальный. Вот так вот. Прошел. Походил. Прямо наверху валяются. Ну хорошие находочки. Еще сейчас походим. Посмотрим. Покажу вам. Друзья мои. Зрители мои. Наша. Заматинская. Месторождение хрусталя. Что здесь можно найти. Вот друзья мои. Смотрите. Прямо кристаллики. В почве. Видно не видно. Особенно их хорошо видно. После дождя. Когда на них солнышко. Вот показал вам. Хрусталь. Кристаллы. Вот какой. Видно. Друзья мои. Походил. Побродил. Такие вот находочки. Посмотрите какие. Сейчас вам еще покажу. Вот эти меня заинтересовали. Такой кристалл. Идеальный. Вот такие вот. Кристаллики. Вот это меня особенно заинтересовал. Длинненькие. Но они небольшие. Для коллекции пойдут. Вот такие находочки. Ну вот друзья мои. Возвращаюсь я домой. На дорогу. Оставайтесь со мной. Покажу сейчас вам еще. Одно чудо. Увидите. Ну вот просто. Хочу сказать. Что вот это то место. Прямо. Идет тропинка. Через речку. И вы выйдете. На полянку. Которую я вам показывал в начале. То есть. Тот который я маршрут сегодня выбрал. Он не очень. Далеко. Проехать. Только на мотоцикле. Или на квадрики. Или пешком. А здесь вот прямо рядом. Метра в 700 и будет дорога. Речку только надо будет перейти. Оставайтесь со мной. Покажу вам сейчас. Что одно интересное место. Вот тропинка пошла. К речке. Вот друзья мои. Что я хотел вам показать. Интересное. В том году. Здесь лежал огромный. Камень. С вкраплениями хрусталя. Ну а сейчас его. Вот так вот значит. Сработали. Интересное. Ну интересно конечно. Ну ладно. Что же. Мы посмотрели. Здесь какие. Друзы. Ну мы не прощаемся. Поедем. Выйду как уж на дорогу. Там мы скажем друг другу до свидания. Ну спасибо друзья мои. Что были со мною. Вот я выбрался. До трассы осталось метров 200. Сейчас эта дорожка пойдет вниз. И трасса. Спасибо всем кто переживал за меня. Как я проеду по такой дороге. Думаю видео вам понравилось. Рассказал я подробно дорогу на месторождение хрусталя Уматы. Ну всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока пока. Берегите себя и своих близких.